Учительский труд благородный, нелегкий, ответственный. От учителя, наставника зависит, какими вырастут наши дети и их ученики. Педагог зажигает в ребенке интерес к знаниям, раскрывает его таланты и способности, закладывает те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни. Лучше учителей Сарова выбирают ежегодно на городском конкурсе среди педагогов школ. Раньше на него выходили уже опытные специалисты с большим педагогическим стажем. В этом году свои методические разработки представили три учителя. Все они совсем еще молодые, и каждая из них не проработала в школе и шести лет. Это очень приятно, потому что этот конкурс, конечно, требует определенного бесстрашия и амбиций. И это качества, которые свойственны как раз молодым в большей степени. Поэтому помолодели наши участники конкурса. Это радует. И кроме того, они горят какими-то новыми идеями. На первом заочном этапе жюри оценивало образовательный интернет-ресурс участниц и видеоучебного занятия. На финале конкурсанткам предстояло показать визитную карточку, ответить на вопросы и провести мастер-класс. Это было самой сложной и трудоемкой частью испытаний. Учителя представили новые методики с погружением для учеников младших классов и показывали работу на новых образовательных платформах. И так как прошлый год частично прошел под знаком дистанционного образования, конкурсантки не обошли его стороной. Мой мастер-класс был о смешанном обучении и о электронном обучении с использованием дистанционных технологий. На этом мастер-классе я показала, как работает один из инструментов, посредством которого можно достигать, реализовывать отдельные задачи технологии смешанного обучения или дистанционного обучения. Это интерактивная доска МИРО. Ксения стала победительницей городского конкурса «Лучший учитель 2021». Теперь, если она пройдет заочный этап, то в мае отправится представлять наш город на региональном конкурсе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.